Добрый вечер, дорогие друзья! Прошла еще одна неделя, мы с вами снова встречаемся. Сегодня у нас с вами в гостях актер, драматург, поэт, помимо всего прочего, непревзойденный создатель знаменитых капустников Вадим Жук. Вадик, привет! Здравствуй, Витя! Давно мы не виделись, Витя. Я вообще не знаю, как с тобой начинать передачу, учитывая то, что мы с тобой не виделись 30 лет. Я вообще поражен, что за столько лет ты вспомнил меня. Я не должен быть тебе говорить, Вадик, ты что, не помнишь, как мы вместе работали? Я приготовил эту фразу. Нет. А ты все помнишь, оказывается? Ты с тех пор, у тебя борода выросла очень красивая, волосы великолепные на голове появились. А ты знаешь, какой я был кудрявый? Неприлично. Ты не был кудрявый тогда. Как это? Я тебе достался не кудрявый? 30 лет назад ты мне уже достался не кудрявый. Да, как жалко. А я думал, достался еще кудрявый. Я тебе хочу сказать, что я за эти 30 лет, у меня появилась борода и уменьшилось количество волос, но ты практически совершенно не изменился. Во всяком случае, твой хулиганский, куражный взгляд остался таким, как ты был. Ты знаешь, в песне моей любимой Олешковского «Лесбийская свадьба», там есть строчка, «И совсем он мужчиной укажется, только вот борода не растет». Вот это про меня. Вадик, я начал с капустников. Тебя знала вся московская, ленинградская, театральная, эстрадная тусовка не как драматурга, тогда еще не как поэта, не как актера, а как человека, который делал капустники, которые ходили, использовали сумасшедшую популярность. Говорю, ну, жук, жук – знаменитая фигура. Ни один капустник, знаменитый капустник, без него не обходится. Он пишет сценарии, он придумывает. И это было, могу сказать, для тех наших зрителей, которые не очень в курсе дела, это было очень почетно, потому что на самом деле развеселить и рассмешить профессионалов высочайшего уровня, театральную общественность, которая сидит в зале, а для нее делается, задача почти невозможная. Тебе это удавалось. Витя, я тебе скажу, твоим зрителям я скажу, что вот может русский театр гордиться капустником, потому что капустник – это вообще-то только русский жанр. Только в России у артиста находилось столько досуга, чтобы плюс к своим профессиональным обязанностям учить и репетировать роли, собираться и делать капустники. Некоторые считают, что капустники завелись с Московского художественного театра раньше. Знаменитые мхатовские капустники, знаменитые капустники Вахтангова, когда актеры после спектакля собирались и валяли дурака. Ты знаешь, это ведь... От чего пошло слово капустник сказать зрителям? Конечно. Слушайте, зрители, значит, в пост, в Великий пост, да, в России запрещалось играть спектакли. Нехорошо веселиться, радоваться, ходить в театр. А нужны актеры, поэтому у них освобождалась большая дырка. Да, Великий пост – это семь недель. Собирались, веселили друг друга, пекли пироги с постным, с капустой. И пошло, как считают в основном исследователи, вот это слово. У Щепкина в Москве, у каких-то петербуржцев. И потом, знаешь, вот этот прелестный трёп иногда становился почти профессиональным. Мне случайно вышла книжка, моя любимая театральная пародия 19-го, начала 20-х веков, где собраны вещи по сути капустные. И пара театров, Московский театр «Летучая мышь» и Петербургский театр «Кривое зеркало», в «Летучей мыши» Никита Балиев, впоследствии «Эмигрант», в Петербургском театре «Блестящий критик» Кугель. Это были, по сути, капустные театры. На самом деле, вещи, которые родились в капустниках, многие потом вошли в реальные спектакли. Более того, песни, которые там прозвучали, стихи, которые были написаны для капустников, стали знаменитыми по всему пространству. То есть, то, что рождалось в капустниках, на самом деле потом вышло, дало такой, извини за неакадемические слова, выхлоп, с которым мало что могло сравниться. Это совершенно замечательно. Именно потому, что это росточек из-под полу, из-под асфальта капустники в советские времена. К чёрту капустники, да? Но на них как-то смотрели не очень строго, потому что это внутри общественности театральной. На этом прославился и на этом заслужил себе очень высокую репутацию Александр Анатольевич Ширвилов. Шурочка был такой весёлый, в принципе, человек. Шура такой, не хочу говорить слово искромётный, искромётный человек, да? Он так блистательно владеет манерой общения с залом. Вот это его ленивая презрительность или презрительная лень. Они так милы, так обаятельны, и он иногда очень крупный актёр. Я всегда считал Шур не очень большим актёром, пока мне Герман не сказал, что обалдел. Сказал мне Алексей Герман, да. Он чудесный актёр. Я его пробовал на генерала в «Хрусталёв машину», и он у меня блестяще пробовался. Только он не смог сыграть финал, когда бомжом становится главным героем Герман. Он потрясающий артист. Меня так-то обрадовало, потому что я, в принципе, Шуру очень люблю и, видимо, недооценивал его в этом актёрском качестве. А Юрский какой капустный актёр. Это сказка. Я могу годами пересказывать его интонации. Вадик, скажи мне, этот великий жанр русского советского театра, русского, потом советского театра, капустник, свои для своих, когда сидит в зал и умирает от хохота, а в зале умирают от хохота великие актёры. А простые смертные только могут мечтать попасть на капустник в Цедри или в ВТО, потому что пробиться невозможно. Скажи мне, это уже наши с тобой мемуары, жанр умер. Ты знаешь, всё время кажется, что умер, а он всё время поднимает змеиную головку, красивую, весёлую головку. В Нижнем Новгороде долгие годы, по-моему, с 91-го года, проводится фестиваль «Весёлая коза», Всероссийский фестиваль капустников. Я там всегда в жюри и всегда веду там галоконцерты. Это для меня очень почётно. И съезжаются актёры со всей большой страны, приезжают из Харькова блестящие, и приезжают даже из Латвии, ещё откуда-то. И во многих местах актёры умеют, чувствуют жанр. Иногда абсолютно беспомощно, а иногда очень здорово. А вот в Москве, должен тебе, к сожалению, сказать, какой-то сделался не очень хороший капустик. В Москве очень много возможностей для приложения сил за деньги. Да? И как? Послушай, так может быть, просто уже это невозможно. Вот здесь несколько лет назад сидел наш с тобой общезнакомый и наш товарищ Лёва Шемелов. Да. Я говорил, Лёва, о чём мы сегодня говорим? Жанр конферанции, которым так мы все гордились, он умер. Нету сегодня конферанции. Он сказал, нет концертов как таковых. Правильно. Жанр конферанции великий, о котором тома написаны, и о людях, которые были конферансье великими, уже всё не актуально. Это всё ушло. Это всё история. Это мемуары. Может быть, и капустник сегодня, когда вместо тех людей, которых мы с тобой видели, с которыми мы с тобой, по счастью, нам посчастливилось работать на эстраде, сегодня им на смену пришли новые русские бабки. Какие новые русские бабки? Ой, позор, позор, позор. Эти новые русские бабки, позор настоящий. Когда это властвует на эстраде, может ли вообще сохраниться капустник в том великом виде, о котором мы сегодня говорим? Ты знаешь, всё-таки зависит от личности. Родится или родился человек, который будет замечательно работать в этом жанре. Найдутся люди, которым захочется не тайного, не подпольного, а другого смеха. Буде этот смех тонкий, настоящий, подлинный, идущий изнутри театра, из его самых хитрых жилочек, поджелудочные железы, сердечка. Вот этот смех нужен самому театру, русскому, по крайней мере. И он будет появляться и обновляться. Я в этом уверен. Не стоит его хранить. То есть в сегодняшнее время то, что тогда, в эпоху проклятого застоя, позволительно было делать между своими, сегодня, может быть, тоже позволительно, но уже никто не хочет нарываться? Нет. Нарываться-то, может быть, хотят. Надо уметь нарваться. Понимаешь? Здесь такая тонкая вещь. Нужно так разговаривать, найти такую интонацию, которая присуща только тебе, только этому жанру. По крайней мере, все равно. Это интеллигентный жанр в лучшем своем понимании. А интеллигенция все равно противостоит, и актерская интеллигенция противостоит большому жлобству театра. Потому что театр, уж телевидение, уж совсем искусство сверхмассовое. И театр изо всех сил. Русский театр от западного театра не лучшее берет, а берет дурную антрепризу, не самые лучшие пьесы. Вместо того, чтобы следить за другим смыслом западной игры актерской, ведь как преобразовался в западном театре великий Станиславский, как играют западные актеры по заветам Станиславского, но немножко по-другому. Какие достижения режиссерские в западном театре, похожие на то, что делается и делалось в России, но немножко по-другому. Вот это надо брать. А берется прежде всего система проката. Мне это грустно, но от этого никуда не денешься. Вадик, я сегодня долго думал, что показать из твоих работ, учитывая то, что ты снялся по моим подсчетам почти в двух десятках фильмов. Вот что-то такое двадцать. Да, причем там есть такие знаменитые ленты, как «Бендюжник и король» ты снимался. Вот столько. Видят фигурки зрителей? Вот столько там меня. Ну подожди, ты там даже в этом самом снимался у Мотыля? Это позор и счастье моей жизни. Ну хорошо, ладно, тогда я не буду показывать. А почему позор у Мотыля? Потому что я совершенно не умел, я боялся камеры. Зато ты можешь говорить, я снимался в «Звезде пленительного счастья». Я снимался в «Звезде пленительного счастья». Я играл там Пушкина, ты понял? Вот так, между прочим. Стыдиться, что играл Пушкина, на это только жук способен. Ладно, не будем показывать его Пушкина, раз ты не хочешь. Ладно, только ради тебя. Все-таки 30 лет не виделись, могу я тебе сделать что-то приятное. Но я отобрал, не знаю, ты будешь против или нет, я считаю, твой блестящий эпизод в «Попе». В «Попе» хороший эпизод. Можно я предварю его? Ну давай. И Сережа Макалецкий. Это большущий артист. Большущий. Вот то, что я говорил о русском и западном театре, он блестяще это сочетает. У него потрясающая органика, потрясающий интеллект. Внимание, актерский интеллект. Я не знаю, я с Сережей не так много говорил о Платоне идейной, но его актерский интеллект потрясающий. И вот мы с ним играем эпизод. Я неорганичный актер, я формальный актер. Но он смотрит, мне в глаза, он со мной разговаривает, и от него на меня льется мед его органики. Понимаешь? И я становлюсь живее. Это потрясающе, когда большой артист с тобой играет. Несмотря на то, что мы столько лет не виделись, я нос держу по ветру. В смысле, тебя не упускаю из поля своего зрения. А я смотрю, что с носом? Да знаю, как ты думаешь, легко за тобой крутить носом, что ли? Давай рассказывай, сколько времени ты продержался с великим Жванецким передачей «Простые вещи». О, совершенно, что мы знакомы, между прочим, с 67-го года. Столько не живут. Столько не живут, да. Он меня называет «Жучок». Да, у него очень ласковое, значит, такое название. Вот. И так как он творец великого и совершенно другого юмора, совершенно не капустного, хотя он и это может, и у него были такие вещи пародийного плана, значит, и где-то в начале нынешнего тысячелетия, посмотри, как надо говорить. Вот так уже, правильно, молодец, молодец. Молодец, я оценил. Мы увидели с Мишей, и он мне говорит, «Жучок, я бы хотел, значит, что-то делать на телевидении». А я тогда работал, на российском телевидении, что-то там какие-то проекты задумывал, прошу прощения за слово, проекты, и я об этом сказал начальникам. Начальники страшно обрадовались за получить живого Жуанецкого. А я уж так сбоку припек, раз я его привел, то мы придумали передачу, мы сидели на подоконнике с Мишей и разговаривали о разных вещах. Решили назвать передачу «Простые вещи» и построить ее по самому дешевому, элементарному, алфавитному принципу. Начинали с передачи «Англия, Америка» и так и пошли дальше. Эти передачи есть в Ютьюбе. Сколько продержалась программа? Около 30 передач. Сейчас немного. Варик, а почему закончилась? Во-первых, нечего мне лезть в равные к Мише. А я себя все время так вел, как будто мы с тобой Мишей равны. А мы не равны. Тебя это напрягало? Меня не напрягало, для меня это было естественным. А для Миши, наверное, не очень естественно, потому что... И совершенно правильно. Это раз. То есть Михаил Михайлович начал напрягаться, что Жук с ним на равных? Ну, не знаю, так ли это, да. Но точно что знаю, что Мише нужна аудитория. Если он не слышит мгновенного отклика, ему тяжело шутить. Это нормально? Это актерский темперамент живой? Ну, нет ответа, да. Да. А тут сидит один я на подоконнике и не всегда реагирует. Я не очень, меня легко рассмешить, не очень шибко смеюсь. И он, наверное, как-то ему это было тяжело, неловко, да. И он перешел там потом в передачу с аудиторией. Хотя то, что мы сделали, какие-то были умные, что-то было умные, достойные вещи. Ты расстроился? Да, не, не очень. Не очень. Мне всегда есть что делать. Ну, ты многостаночник, извини за эти слова. Да, да. И стихи, и драматургия, и проза. Скажи мне, чем закончилось твое очень интересное начинание с театром, о котором много говорили «Четвертая стена». «Четвертая стена» — это и есть мой капустный театр, да. В общем-то, это капустная группа, которая у меня собралась, в которой был фантастически сильный актер Саша Романцов, Александр Иванович Романцов, кто смотрел фильм «Агония», он играет там молодого Юсупова, блестящая роль. на уровне со всеми мастерами этого фильма. Николай Бухарин, он играет Бухарина, отлично, да, еще ряд фильмов в театре играл. Но он очень сложный, очень нервный, очень неровный человек, да еще и помер, поэтому с ним уже работать невозможно. Другой актер, с которым мы работали, Игорь Акрепилов, эстрадный, яркий, громкий актер, который ты прекрасно знаешь. Репа работал в конферансье в Ленкомсерте. Да, 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 который ты знаешь, и он, кстати, неплохо. Члены Пярсона он работал. Да, да, да. И он помер. Ира Пярсон тоже уже вот не очень-то в форме, очевидно. Ирочка, прости, да, слава Богу, что ты этого не видишь. А театрик крохотный, пять человек, еще кроме этого Боря Смолкина, который стал очень популярным. Скажи, Борик, так что, сошел на нет? Кто? Театр сошел на нет? Ну, слушай, мы и так держались 20 лет. Это очень много. Но это было дело твоей жизни. А что сейчас дело твоей жизни? Значит, на смену театру, который вот так естественным образом почил в Бозе, извини за эти слова, должно было прийти что-то главное в жизни Жука, несмотря на всю его склонность к многим станкам. Скажу, что главное. Я вот при театре договорю важную, принципиальную вещь. Да, Большой театр, не Московский Большой театр, вот, а по количеству народа, по зданию и так дальше, он умирает долго. У него долгая агония, долгая реакция. И долгая, как называется, не реакция, а когда машина тормозит. Тормозной путь, скажем так, да, потому что тяжелая вещь долго тормозит. А маленький что? Как велосипед. Раз и все. Раз и остановился, да. Поэтому это тонкие вещи. А сейчас, знаешь, что меня занимает больше всего? Лирическая и ситиллическая поэзия. Да. Я поверил в себя благодаря блистательному поэту Игорь Уртеневу, который мне однажды сказал очень хорошую фразу. Вадик, твои стихи не настолько гениальны, чтобы их не публиковать. Уртенев сказал о тебе лучшую фразу. У нас тоже общий с тобой товарищ Игорь Уртенев сказал о тебе лучшую фразу. Я думаю, что ты тоже ее слышал. Он сказал, что популярность поэта Жука обратно пропорциональна тому месту, которое он занимает в русской поэзии. Ну, это очень приятно. Да. Это мне очень приятно слышать. Это хорошие слова. Их надо заслуживать. Ну, это слова не просто от товарищей, это слова от блистательного поэта. Да, от серьезного поэта, очень, да. Бешено-остромного поэта. И я очень люблю, когда в творчестве Этенева лирическая нота звучит. Это интереснее всего. Вот. И вот он мне сказал таковы слова. Я стал чуть серьезнее относиться к твоим стихам. У тебя вышло четыре сборника. Вот три из них с дарственными надписями. Я не покажу из скромности дарственные надписи, а вот сборники с удовольствием покажу. Я держу в руках. Вот еще первый есть, которого здесь нет. Он кончился, по-моему. Не оправдывайся. За тобой должок. Да, хорошо. Три у меня есть, один за тобой. Да. Ты знаешь... Валик, а ты знаешь, меня это не удивляет. Знаешь, почему меня это не удивляет? Нет. Я тебе скажу, почему. Потому что я не знаю, согласишься ты или наоборот надо мной посмеешься. Твоя сатира совершенно и твой особый юмор жука, который я не могу назвать ни питерским, ни московским, ни одесским. Вот это жуковский юмор. Из болобой, я мать. Да, не по месту города Жуковская, а вот жуковский юмор. Для меня всегда это было... Я где-то о тебе прочел, и мне показалось это очень точно. Это, знаешь, жанр определен. Печальная сатира. Да, ты знаешь, да. Потому что... Как сказать? Это так трудно выразить. Мы все помрем. Изначально жизнь человека трагична, потому что у него предначертан финал. И все, что происходит, крайне кратковременно. Поэтому эта печаль накладывается автоматически. Знаешь, Ингибарова, по-моему, называли грустный клоун. Да, чудесный клоун. Да? Грустный клоун. Это был... Нету... Нет другого. И, наверное, уже не будет в обозримом будущем. Вот жук грустный сатирик. Сатира не жесткая, не злая, а она какая-то грустная. Она... Вот поэтому определение грустного сатирика тебе очень подходит. Да хочется удивиться тому. Господа, куда же мы смотрим? Что мы делаем? Поэтому твое переключение на поэзию меня совершенно не удивляет. Оно органичное, тем более на лирическую поэзию. Да, ну я много сатирических стихов пишу, много эпиграмм пишу. Да, это самое... Знаешь, просто не выдерживаю. Утром читаю там в Яндексе какой-то очередной бред родной власти, да, и не могу не откликнуться эпиграммой. Никто меня не просит, да, и никто мне денег взять не дает. Ну что, не помнишь? Прости. Я ухитряюсь не помнить. Наизусть не помнишь? Да. Я даже сегодня написал какие-то две строчки, ни черта не помню. Вот я люблю... Вот есть у меня четыре строчки, их дети здесь не обучаются, так скажем, но за Россию сердцем мучаются, у них прекрасно получается. Парадокс патриота. Парадокс патриота, да. Да, но там чуть складнее у меня сказано. Ну, хорошо, что ты вспомнил все-таки. Да, что что-то вспомнил, да. Поскольку мы с тобой завели лирическую грустную тему, давай посмотрим еще одну твою актерскую работу, серьезную и грустную. Я имею в виду эпизод из «Рыбаковского песка» тяжелого. Да. У меня там большая роль, да, очень большая. На протяжении 12 серий, а всего 14. Чуточку расскажу, что за человека я играю. Я играю Хайма Ягудина, унтер-офицера русской армии, кавалера Деоргиевского креста, который заработал его не на демонстрации, да, а о ратном делом. Хорошее слово вспомнил. Своим ратным воинским трудом, да. Вот играю такого дядьку, странного, забавного. И мне эта роль была очень мила. Жук, он же потому и жук, что он везде летает. Ты же везде отметился. Да. Капустники, спектакли, мюзиклы, которые ты там с Журбиным делал, я уже не упоминаю. Там нет, я делал... С Дашкевичем, между прочим, ты работал. С Данаевским, с Сереженькой Никитином. Это такое счастье. Чем ты не занимался, Вадик? Чем ты не занимался? Я очень плохо рублю из камня. Так подожди, какие твои годы? Вот это правильный разговор. Подожди еще. Может, тебя еще это ждет. Может, ты еще станешь длинниками натесом. Все время промахиваешься и вот сюда попадаешь. По пальцу. Бах. Ничего, научишься. К чему завел разговор-то? Мультфильмы без тебя тоже не обошлись? Не обошлись, да. Я с гордостью скажу, что два года назад на фестивале, Всероссийский фестиваль анимации российской в Суздале, да. Я там получил премию за лучший сценарий. Фильм «Возвращение Буратино» полнометражный. Отличный режиссер Катя Михайлова снимала этот фильм. Это так интересно. Анимация, знаешь, это такой, кажется, что чужой мир, и ты так в него с любовью влезаешь. Я там тоже у них веду фестиваль вот этот в Суздале, веду фестиваль крок международный, да, который ходит на судах по Украине и по России. По Украине сейчас не ходят, увы. У меня жена художник-анимационный, причем потомственный. Многие зрители, которые сейчас, может быть, смотрят нашу передачу, когда были в другой части света, видели передачу «Возвращение...» Ой, фу ты, «Высовка Буратино» называлась передача. О, мы совпали по Буратинам. Вот. Бура-бура-бура-бура-бура-бура Буратино такая, да. Чудесная была передача, где он ее придумал и был там главным персонажем-художником. Вот. Потом сделал массу фильмов. Марина пошла по его стопам. Вот. И теперь по ее стопам идут многие, потому что она преподает и здорово преподает во ВГИКе. Представляешь, у нее с ее вторым товарищем по курсу режиссером Наташей Орловым. 11 выпускников. Все получают государственные пятерки. Такого не бывает. 11 человек. Все отличные. Короче говоря, ты используешь в своем творчестве все, в том числе и жену. И жену, да. Да, понимаешь? Хочется жениться на представительной какой-то рабочей профессии, чтобы что-то уметь делать с этими руками. Я даже понял, к чему тебя по Фрейду тянет. К каменотесу. Да. Тебе надо найти женщину-каменотеса. Следующий. Были ли такие? Конечно, были. Великие скульпторши российские, да? Взять одно Голубкину. Мультфильмы, капустники, поэзия, театр, актерские работы, драматургия. Вадик, что-то же сегодня уже мы начали с капустников. Что-то уже не просто ушло на второй план, что-то уже ушло совсем. Чем-то ты уже не занимаешься? Нет. Пьесы, мюзиклы, либретто я пишу. Вот сейчас с Максом Дунаевским изумительным дядькой. Хотя он старше меня на полтора года приблизительно. Он, кстати, к нему по-разному относится, на мой взгляд. Он очень хороший композитор. Он настоящий шлядерный композитор. Он живой! Столько, сколько Макс написал шлядеров, ему могут только позавидовать. Двинуться головой и грустных, и веселых. Я думал, как до начала Максик, Максик, фигушки, такое количество отменной музыки, которая у всех в ушах. Настоящий шлядер. Шлядер настоящий шлядер. Здорово, да. Он, когда я тут был в стране Америки, в Калифорнии, он очень оживился, потому что он там жил и мне присылал разные там СМС-кие сообщения, радуясь за меня, что я вижу эту страну. Скажи мне, так вы работаете над каким-то мюзиклом сейчас? Вот сейчас над новыми будем, наверное, вещами работать. А мы сделали с ним с авторством Сиртениума мы написали «Веселые ребята» с Максом. Там была музыка отца и Макса. И с Максом мы написали «Шинель по Гоголю». Вот мы все откладывается премьера. А что ты делал с Дашкевичем? А с Дашкевичем мы сделали в Петербурге музыкальный спектакль «Лес». 15-17 номеров написали Костровскому. Я Володю вообще обожаю. Подожди, а это Дашкевич с тобой изменил Юлику, Тиму? Да это нет. Я просто его пригласил. Причем здесь Юлик, мой товарищ. Еще мне у Юлика что-то отобрать из этих могучих рук. С Юличей Русановичем они с Дашкевичем работали очень много. Они столько сделали, да, Юлечка может и отдохнуть немного. То есть ты его отодвинул? Да. Не надо плечом оттерть. Еврейц корейцев всегда сделает. Не так просто сделать корейца, который является израильтянином. Да, двойного очень тяжело. Зажаришь ему добрую собаку, он тебе все отдаст. Юля потрясающий человек. Скажи мне, так это с Дашкевичем? Да. С Сережей Никитином мы написали «Русское горе», «Погоре от ума». И знаешь, как любопытно? У меня был капустник, весь «Погоре от ума» сделанный в доме актера московском, когда еще там нормально делались капустники. Его увидел Йосиф Рахильгаус, режиссер, и сказал, а давай сделай для меня спектакль. Вот. И я сделал с кучей номеров, Никитин тоже очень хороший мелодист. Потрясающе. Да. Потрясающе. Вот ты можешь мне объяснить, откуда берется мелодия? Вот это для меня... От живота. Да. Понимаешь, как вот для людей загадка со стихами. Когда Никитин был в этой студии, я ему признался и сказал, что я вообще... Знаешь, вот был Кушнер, да, и говорил о том, что я вообще не очень люблю, когда поют стихи, потому что это все интерпретация, вот кто-то должен тебе рассказывать, как их читать. Читай сам стихи, нечего слушать, кто тебе что-то там играет. Гениальный поэт. Это позиция. На самом деле, на самом деле, я тоже не очень мне нравится, когда вот Пастернак, которого я обожаю, да, его поют. Но когда я услышал то, что сделал Никитин много-много лет назад, «Снег идет», я понял, что он гений. Потрясающий такт. Понимаешь, такое ощущение, такое ощущение, что он ничего не написал. Он просто взял и услышал музыку, которую написал сам Пастернак. Хорошо говоришь, хорошо. Понимаешь, я офигел, потому что это не написанная музыка к стихам. Она подслушанная у автора. У меня тоже к Сереже было такое неоднозначное отношение, да, может быть, из-за каких-то детских, чуть-чуть казавших мне сладковатых песен, да, но потом, когда я с ним стал работать, это очень приятно. Он необыкновенно слушающий человек, да, интересующийся человек. Один текст и музыка в этом спектакле, второй роман Сочасского, очень красивый, да, я бы спел бы, да не могу бы, да, понимаешь, очень красивый. Он есть на Ютубе, хотите дальше? Скажи мне, пожалуйста, это это все от Капустников, это все от Лукавого, Вадик, это все оттуда. Перед тобой там лежит книжечка, нижняя, покажи ее нашему зрителю, да. На ней, кстати, картинка Бориса Жутовского, вот эти три рожи, это тот Борис Жутовский, знаете, которого Хрущев на знаменитом разговоре с художниками, вот он его и назвал пидорасом. Борис Жутовский, могучий мужчина, несмотря на то, что он старик, дон Жуан и Казанова в девятнадцатой степени, вот он попал у Хрущева в пидорасы. Вот в этой книжке она называется «Любовь к классике». Я театр и ветер по профессии очень люблю русскую мировую классику. И ты знаешь, у меня впечатление, причем очень живое, что никто из классических героев не умер, что все это продолжается. Можно я тебе еще, как говорил один любимый персонаж, еще один умный весь скажу. Наблюдение, да, наблюдение. Не хочу называть театр и не хочу называть спектакль. Я смотрю спектакль в этом театре, я говорю, боже мой, это же капуста. Это же чистой воды капуста. Если хорошей, то на здоровье. Причем, иногда хорошей, иногда не очень. Но жанр капусты многие сегодня используют для постановки классического, в том числе, репертуара. И так далее, и так далее. Я не знаю, хорошо это или плохо, но это факт. Я тебе скажу вот что. Здесь все зависит от вкуса. Если это сделано со вкусом, на здоровье. Ведь капустник, как фрагмент, входил в состав многих замечательных пьес. Что есть сцена репетиции в «Сне в летнюю ночь»? Конечно. Это блистательный капустник. Или, я не знаю, в прекрасной пьесе «Баня» Маяковского, там сцена в театре. Это капустник, да? И есть еще масса таких вещей. И в клопе это есть? В клопе, может быть, меньше. Есть, но есть, есть. Маяковский вообще присутствует. Да, но Маяковский очень остроумный человек, конечно. Да, понимаешь, и когда это в театрах видишь, да, мне, ну, я, конечно, уже старый пень, старый зритель, и мне хотелось бы видеть классику, ну, более классичную. Классичный. Ваня, ну, что бы тебе еще такое умное спросить? Тебе, ты и так напрягаешься, тебе и так сложно. Ты думаешь, легко? Я же вижу, ты прям весь, весь плохой совсем. Тут в перерывах, я зрителям говорю, подходит, выжимают его. Да, да, и назад сажают. Ну, давай, я тебе немножко погоняю. Пожалуйста. Ты конформист? Нет. Я, знаешь, я типичный и даже слишком нон-конформист. Ты же вообще в моих воспоминаниях, чтобы детских, чтобы не сказать юношеских, остался человеком достаточно жестким и, в общем-то, на самом деле заслон в карман, который не лезет и который может достаточно жестко отреагировать. Как в современной действительности, в которой ты работаешь, тебе удалось сохранить или, может быть, не удалось сохранить приятельские отношения с большим числом людей, которые вряд ли, мягко говоря, обрати внимание, как я интеллектно стараюсь, разделяют наши с тобой взгляды на жизнь. тяжело, да, с плачем, с болью, но есть несколько людей, с которыми меня связывают слишком давние отношения. Отношения те строились вовсе не на политике, вовсе не на такого рода общение, да, и тогда, в былые времена, взгляды были вполне общими, неприятия тогдашней советской действительности, да, шли годы, скажем, классическую фразу, и они в силу этих граждан, да, в силу успеха, в силу нежелания связываться, чего-то, несколько поменялись. Больно, тяжело, но... Давай так, ты рвешь или терпишь? Терплю. Я терплю, чаще всего терплю. Вот кидайте в меня большими красивыми камнями. Не, ну это довольно такая хорошая снобистская позиция, кидайте меня в камнями за то, что я хороший. Ну да, да, правильно говоришь, да. Позиция снобистская, но я, вот не умею я, да, мне это очень тяжело. А подбывает? Бывает, подмывает. Я тебе объясню, почему. Я не потому, что хочу найти что-то такое, за что зацепиться. Я и для себя ищу какой-то какой-то правильный подход, потому что я к очень многим людям мне тяжело общаться с людьми, которым я потерял уважение. Вися, ты знаешь, это самое... Я придумал чудную формулу. Может быть, она тоже подловато. Я его не за это люблю. Да? Понимаешь? Ну это такое, самообман, самоуспокоение. Да, да. Можно приведу пример? Ну, конечно. Да. Потрясающий Юрий Борисович Нарштейн. Потрясающий. Гениальный. Да. Дений мировой анимации, да. Его позиция по Крыму меня совершенно не устраивает. А у него тоже Крым наш? Да, да. Он так вот как-то... Он про нее очень честно доложил, и он ее придерживается, да. Я в Фейсбуке об этом, да, посожалел, поговорил много и много, да. От этого меньше уважать Юрия Борисовича как профессионала, как умницу, как очень нравственного человека, на мой взгляд. Я не стал. Это, я считаю, это беда. И в том числе, с моей точки зрения, разумеется, что это его беда. Сотни и сотни людей считают, что это моя беда. И тоже правильно, очевидно, делают. Понимаешь, не могу же я утверждать, что я и моя политическая позиция единственные. Скажем так, от того, что думает Нарштейн, ежик в стумане не стал менее гениальным произведением искусства. И сказка сказок, да, и другие фильмы Юрины потрясающие, да. Это очень горько. Вот я тебе скажу такое слово. Это очень горько такого рода разочарование. Да. И надо себе отдавать не один, а ряд отчетов в отношении с людьми. Да. Ты придумал, как мне кажется, алгоритм, который тебе помогает выжить в этих условиях. Я придумал, ты знаешь, этот алгоритм превращает любовь. Да. сильно любить. Надо любить. Да, тебя, если у тебя возникает не любовь, отторжение, да, нехорошо. Надо сначала любить. Да. Я очень много пишу в фейсбуке. Очень много получаю ненависти, глины, дерьма, да, вот. И кому-то я отвечаю со всей злостью, потому что я вижу, что мне с этим человеком никогда не договориться, потому что у нас разные ступеньки под ногами изначально. мне эта фраза очень нравится. Я не знаю, в курсе ты или нет по поводу того, что переубедить мне вас все равно не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям. Это очень хорошая фраза. Это очень хорошая и верная по действиям фраза. Да? Очень хорошая. Ну, а насчет ненависти я тебе скажу, не ты первый, не ты последний в череде сатириков. У гениального сатирика, одного из самых моих любимых, перед которым я преклоняюсь всю жизнь, Саши Черного, если ты помнишь, есть такие строчки. Кто не слеп, тот сам увидит, тот увидит вновь и вновь, что под ненавистью дышит оскорбленная любовь. Очень хорошая стихия. Я думаю, что на самом деле, на самом деле, как бы отправная точка любой настоящей сатиры, самой злой, это оскорбленная любовь. Совершенно верно. Понимаешь? Совершенно верно. Очень много народу ненавидят формально. Они не знают даже толком, чего они ненавидят. Ненависть ради ненависти. А я сначала люблю. Я люблю свою страну. Я люблю ее культуру потрясающую. Я люблю десятки людей во всех городах моей страны и других стран. И не хочу ругаться сначала. Но если эту любовь оскорбляют, ничего не остается делать. Надо ее таким образом эту любовь защищать. внятное я сказал. Абсолютно. Потому что это на самом деле две стороны медали. Есть тот патриотизм, который называется настоящим для меня великим патриотизм. Скажем, патриотизм Андрея Дмитриевича Сахарова или Александра Аркадьевича Галича. А есть квасной патриотизм всякой сволочи. Не о чем говорить. Которая называет этих людей отщепенцами, нацпредателями, врагами народа, непатриотами. То есть все ставится с ног на голову. Мне с тобой скучно. Потому что это, увы, абсолютно с ног на голову. Это очень печально. Очень. Потому что это дело каждодневное. Ведь это происходит очень долго и всегда. Говорить о том, что это навечно, я не могу, не умею, не знаю. Хорошо. Ты надеешься, что конец этому будет? И что вообще на самом деле все придет, ну если не в человеческую, но хотя бы близко к человеческому. Ты знаешь, есть болезнь астма. Врачи, лечащие астму, говорят, чем дольше перерыв между приступами, тем лучше, тем болезнь больше отступает. Да? Если вот долго-долго не было. Потому что нервная система, астматика, она его заставляет снова и снова болеть. Я надеюсь, по крайней мере, в грядущем, на очень долгий перерыв. я не знаю, насколько вытечет вся из жил рабская кровь, которая всего-то в 1861 году отменили крепостное рабство, ведь это дико, ведь это очень недавно, да, исторически, очень недавно. Всего-то в 1886 году объявили, да, что у нас кончилась советская власть, да, все очень недавно. Пока этот паровоз летит вперед, подминая такое количество нервных, чутких, живых, талантливых анушек Карениных, да, что это невозможно. Вадик, у нас все время подошло к концу. Очень хорошо. Очень жалко. А мне очень жалко. Да, но с другой стороны, ты бы еще наговорил 40 бочек арестантов. Да, я могу глупо сказать. С удовольствием. Ты знаешь, программа заканчивается стихами. В данном случае, обычно я говорю гостю карт-бланжа, в данном случае нет, свои стихи, конечно. Да. Мне очень хочется вот эти стихи прочитать. Я их написал, сейчас посмотрю, 8 числа этого месяца, вот здесь я в Большой Америке их и написал. Давай. К празднику, да, не к празднику, к дню победы. Называются они простите. и та бодранная «Простите». залежавшиеся в запаснике, не видевшие света десятки лет, прячет, рвущиеся наружу отомстите, шелестит обрывками старых газет. Простите нас, Оля Бергольц, со всклянно-литым стаканом, в котором водка светлее ваших немыслимых глаз. Простите, Марина Цветаева, следящая за бегущим по потолку тараканом, единственным, провожающим вас. Простите, девственники, сотни тысяч, сжимавшие в руках только винтовку, гранату, штурвал, не успевшие искру высечь огня, ради которого он нас создавал. Простите, выброшенные обрубки, разбросанные по дальним островам, выколоченные, словно пепел из трубки, им, жизнью и властью, обязанному вам. Простите, замученные мертвым железом пашня, поле, землица, трава, кости, заросшие мертвым лесом, лес, забывшие зеленые слова. Простите, детские ладошки, когда кончался блокадный обед, собирающийся стола крошки, которым там не было и нет. Простите, Танюши, Сашеньки, Гали, за то, что в бойцах просыпался зверь, что любовь из вас выбивали, как выбивают ломом дверь. Простите, бегущие в атаку, с усатым именем, раздиравшим рот. Простите, что превратился в гернику или итаку каждый дом, полисад, огород. Простите нам нынешнюю раскрашенную память, потерявшиеся живые и страшные цвета. Простите, что большая страна распалась, что в пустую жизнь прожита. Простите серую красную площадь, зевающих в ровном строю солдат. Простите всадника, простите лошадь, принимающих этот парад. Простите нас, что в обозримом ничего не можем вам обещать, что не стали ни Византией, ни Третьим Римом. Ничего нам нельзя прощать. Да. Вот такой стишок, да? Да не стишок. Да, который... Ну, в общем, как бы стишок неправильный. Неправильный слава. Спасибо, Вадик. Спасибо за стихи. Я очень рад, что ты пришел. Давай с тобой договоримся, что мы не будем ждать следующие 30 лет, чтобы снова увидеться. Даст Бог. Да? Да. В конце концов, у нас еще время впереди навалом. Да. Но тем не менее, тем не менее, совершенно не надо 30 лет ждать. Можно и пораньше увидеться. Я тебе желаю... Как будете в Москве, мужчина, звоните. Да уж не, знаешь, как лучше вы к нам. Ой, как смешно, как с места оказалось. Значит, я тебе желаю радости творчества, традиционным нашим пожеланиям. А еще я тебе желаю, чтобы все те жанры, в которых ты продолжаешь настолько продуктивно и мощно работать, были тебе подвластны. И чтобы реализация всех твоих, извини за это слово, ты уже сегодня извинялся, проектов, все время шла на ура. Чтобы и в кино, и в театре, и в поэзии. Ну, и понятное дело, что когда ты, наконец, начнешь заниматься любимым делом, о котором ты мечтаешь, я имею в виду каменотесом, чтобы и здесь ты себе не попадал по пальцам. Спасибо тебе большое. Спасибо, Витя. Дорогие друзья, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Спасибо, что этот час были с нами. До встречи через неделю и будьте, пожалуйста, благополучны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова